Сразу могу сказать, что сегодня комната Мерополис чудит очень сильно. Давайте не будем обращаться, ну или там, так сказать, относиться к этому очень взято. Ничего страшного. Если что-то непонятно или хотите узнать, записи обязательно потом будут. А мы с вами непосредственно сейчас ведем работу и с точки зрения доведения последних новостей, то, что сегодня обязательно надо довести, мы как раз используем для этого. Я, как видите, еще, ну тут, я как вижу, не входит в экран, я сегодня в униформе, то есть с эмблемой Skyway. Мне ее выдали в Минске, когда мы ездили в Экотехно. Сначала ходили к нашим друзьям-скайдайверам, то есть когда они устанавливали рекорд Беларуси по прыжкам с того вертолета, который тянул Кирилл Шимхо. Вот, и, соответственно, мы там, Виктор Бабурин, Антон Дарькович Еденицкий, я, у нас еще есть кепки. В кепке сейчас сидеть не очень удобно, с кокардой в виде Skyway. Вот, соответственно, я сегодня только в форме. И могу сказать, что очень интересное, как бы, уже есть. Сегодня надо было переустановить программное обеспечение на свой смартфон. И я обычно там в одном торговом центре, у меня есть уже, ну, просто знакомые ребята, которые постоянно это делают. И вот я сегодня захожу в майки в Skyway, они говорят, о, говорит, а ты какое отношение к Skyway имеешь? И я говорю, ну, в общем-то, какое-то имею. Вот, они говорят, а знаете, мы много в интернете за ним следим, много делаем. Мы вот все сомневаемся, пирамида, хайп или нет. Вот, и вроде как, если ты в майке Skyway, может, что-нибудь можешь объяснить, пояснить. Ну, естественно, я провел там коротенькую презентацию, минут на 40. Вот, и, соответственно, они очень удивились, что это такой интересный проект, что это такое интересное движение. И я думаю, что какое-то количество, какое-то количество новых партнеров, функционеров мы в этом плане видим. Тем более, ребята все программисты, они все. Естественно, что, друзья, смущает краудинвестинг, смущает то, что MLM многоуровневая структура системы. Поэтому все задают вопрос, как только видим, сразу напрягает. Здесь, друзья, есть один очень важный ответ, один очень важное представление, которое я сегодня использую после общения с командами именно таких очень серьезных структур из Германии, Чехии, Польши, Словакии. Здесь, друзья, надо понимать, что ни один интернет-проект, который возник за последние 2-3 года, он не живет больше трех лет. Нет таких проектов. А мы, друзья, будем через два месяца отмечать трехлетие. Мы активно развиваемся, делаем. У нас впереди стоит серьезнейшая выставка, мировая презентация. Мы в октябре, ну, конец октября, начало ноября, сейчас я объясню, почему, мы, друзья, как раз готовим запуск и начнет работать уже эко-технопарк. И он начнет демонстрировать технологию. И, соответственно, мы развиваемся, делаем. И в этот момент я четко могу сказать, что проектов, которые начались и уже закрылись за это время в интернете, у меня не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы показать и чтобы их все сосчитать. Вот. И с многими лидерами я очень близко знакомый. Я многое, к сожалению, им рассказывал и показывал, почему их проект обречен на то, чтобы быть хайпом. Вот. При всем красивой обертке, которая делается. И при этом, друзья, мы спустя три года активнейше развиваемся. И второй вопрос, который я говорю, что сегодня проектов, которые живут в интернете более трех лет, их, друзья, тоже можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. И основной проект этот, конечно, который мы всегда показываем, это проект номер один Skyway. Вот. И мы здесь, отвечая на этот вопрос, ребята, а вы не в хайп, мы отвечаем, конечно, друзья, мы не хайп. Это глупость. А вы не пирамида, мы отвечаем, конечно, друзья, мы не пирамида. Мы классический венчурный проект, который использует краудинвестинговую, то есть систему инвестпроводящую народного финансирования, для того, чтобы запустить крупнейший в истории инновационный технологический проект. Это, конечно, многих, друзья, смущает. Это многие, то есть, тут недавно деятель мне один звонил, ну, сначала в скайп написал, потом там, ну, я стараюсь не отмахиваться, даже если человек с первого же взгляда, понятно, что он неадекватный. Вот. Но так как на него много ориентировалось, он в чатах развил активнейшую позицию, и он объявил в том, что скайвей пирамида и Юницкий обманывает людей только потому, что он считает, что олигархи и власти в Беларуси не дадут построить скайвей. И это, то есть он настолько искренний, настолько активный высказывал эту позицию, на что я ему задал вопрос. А мы сегодня развиваем проекты в десятках стран мира. То есть у нас сегодня активнейший идет проект в Монголии, в Вьетнаме, в Боливии, в Гвинеи, в Танзании, в Израиле, в Америке, в Гонконге. Вот какие конкретно олигархи и какие конкретно власти должны сегодня помешать в этих странах? Потому что они заинтересованы в этих проектах. Более того, мы буквально месяц назад были вот такой ГОП-командой, и Алексей Суходоев, Виктор Бабурин, и я, мы были в Словакии, проводили конференцию, встречались с министром транспорта, подписали соглашение с Словакским технологическим университетом на сотрудничестве. И знаете, друзья, они как раз видят и перспективу, и развитие. Они понимают, что сегодняшние пробки задыхаются, и надо выводить все на второй уровень. Что сегодняшние автомобили, которые сжигают миллиарды тонн нефтепродуктов, что это сегодня бронтозавры цивилизации, эти безумные самолеты, которые сжигают в стратосфере в самых незащищенных слоях керосин. И, соответственно, все это потом вываливается нам на голову в виде кислотных дождей и окисей всевозможных тяжелых металлов, которые сегодня. Есть все понимают, что это надо менять, но альтернативы замены нет. И когда видят технологическое решение о том, что можно электромобиль вывести на второй уровень, и мы, друзья, в Берлине будем демонстрировать юнибайки и юнибусы, это технологические устройства нового уровня, нового поколения. И здесь, я могу сказать, ни у кого, кто это видит, не вызывает сомнений о том, что это перспективно и это будущее. И это вызывает только у недалеких людей, которые, в принципе, не могут понять, но на них ориентироваться, друзья, наверное, не будем. Так же, как не будем ориентироваться на людей, то есть я этот пример привожу уже постоянно, когда один наш лидер сетевой, а я никогда не отказываю, когда звонят наши лидеры, говорят, надо встретиться с крупным инвестором, с крупным фондом, который хотят инвестировать, надо им провести консультацию. Я, друзья, всегда иду на встречу, и у меня 90% сейчас уже времени уходит на то, что я провожу эти консультации, встречи. Но это, друзья, важная работа. И когда мне начинают разговор с того, что я три года слежу за вашим проектом, ну, во-первых, три года у нас будет только через три месяца, в октябре, поэтому это уже неправда. И второй говорит, у вас за три года ничего не изменилось, я, друзья, сразу вешаю трубку, сразу говорю, что я с балаболами и еще бы более грубо сказал, это самое, не хочу общаться, потому что, друзья, не мне, понимаете, не мне надо рассказывать, что было три года назад, и когда мы с Юницким вели первые вебинары, когда мы говорили, что, друзья, мы запускаем краудинвестинг, и мы вам обещаем, что мы создадим конструкторское бюро, мы вам гарантируем, что мы создадим производство. Юницкий говорит, что я уже делал, и мы сделаем еще демонстрацию и запуск технологий, поэтому поверьте нам, приходите и инвестируйте. И, друзья, когда я приезжал в любой регион, первый вопрос, который мне задавали, это, друзья, где гарантия, что вы сейчас соберете деньги, не построите себе дачу на Канарах, не сделаете себе там очередной не знаю что, и не обманете инвесторов. Так вот, друзья, на протяжении, когда прошло два с половиной года, когда работает Эко-технопарк, в том, что он не работает, друзья, уже с помощью технических средств сегодня нельзя провернуть, поэтому возьмите перископ, прямые записи, посмотрите. Вот, я там уже даже на прошлой неделе два раза снимал работы, бетонирование, соответственно, монтаж путевой структуры. Снимали мы и в производственной площади, где сегодня, это то, что перешло к нам от Е-мобиля, сегодня там собираются юнибусы, вот, и юнибайки. Вот, поэтому это все делается, и сегодня в конструкторском бюро, в офисном здании, современнейшее офисное здание, где сегодня конструкторское бюро располагается уже на трех этажах и расширяется еще больше. Это как раз, друзья, показывает и опровергать или говорить в том, что это не существует, ну, конечно, можно выйти в принцип, что Баба-Яга против, но из логики здравого смысла, уже когда идет прямая трансляция в перископе, я думаю, что многие из вас ее видели, вот, тут опровергать уже это, друзья, ну, просто глупо. Вот, и второй момент очень важный, у меня есть один очень банкир, естественный еврей, естественно, очень противный, вот, который, которого я зову сюда привезти, прийти инвесторам уже не один год, вот, он всегда смеется над мной, говорит, что вы снимаете на МКАДе какие-то, как строятся опоры, вы там показываете каких-то студентов в офисе, которые изображают конструкторов, вы там, и понимаете, это можно до бесконечности. Но, когда я ему привел аргумент, знаешь, что нас пригласили в выставку мировых инноваций в Берлине, куда приглашают только мировых лидеров, в котором есть что показать в сфере транспорта, и мы будем на, буквально против друга стоять с Илоном Маском, с его технологией Hyperloop, вот, то здесь, друзья, аргументировать уже очень о том, что мы, снимая стройку на МКАДе, привлекая студентов и изображая что-то делаем, можем войти и показать там действующие, друзья, действующие образцы, не прототипы, не модели, не макеты, а действующие образцы юнибайков и юнибусов, соответственно, путевую структуру, которая сегодня уже монтируется, и в октябре будет запуск экотехнопарка, который начнет демонстрировать технологию. Вот здесь вот, друзья, уже не вяжется, если мы каким-то образом изображаем деятельность, и реально нет конструкторского бюро, нет производства, нет экотехнопарка, нет демонстрационных стендов, то этого всего показать невозможно, и поэтому, друзья, через два месяца мы должны просто сказать, что три года мы вам рассказывали сказки, три года мы вам сделали, а теперь всем до свидания, мы пошутили, и, в общем-то, на этом закрывается. Но так как через два месяца произойдет демонстрация, я абсолютно уверен, что мы произведем фурор, мы просто произведем реально такой шок и на трансе, вот, мы реально покажем в конце октября, начало ноября, это не от нас зависят сроки, я сейчас объясню, почему, вот, и когда будет каждую неделю мы показывать будем, как идет монтаж, испытания и так далее, и так далее, этот процесс начнется в октябре-ноябре, и он не будет иметь конца, потому что постоянно будут показываться новые образцы, будут постоянно проводиться испытания, это, друзья, на десятилетие процесс, который идет. То здесь, наверное, вообще уже будет очень трудно, хотя, друзья, конечно, найдутся скептики, найдутся идиоты, которые даже здесь будут говорить, все равно я не верю, все равно это неправда. Нам, друзья, с такими людьми, ну, как сказать, можно только ответить, друзья, мы с вами прощаемся на какое-то время, когда к вашему дому будет подведена струна транспортная Skyway, и вы будете покупать билет ездить, тогда мы с вами, наверное, продолжим общение. А пока до тех пор к вашему дому не подъезжает Юнибус, мы можем, соответственно, наверное, с вами пока не общаться. Это тоже, друзья, будет, и ничего страшного или предрассудительного к этому нет. Это, друзья, нормальный процесс, так же, как мы не раз приводили пример, это очень классический пример, когда один из друзей из одноклассников, кто вместе с Стивом Джобсом учился и доверял ему как именно другу, кто создал вместе с ним, был один из учредителей компании Apple, он не поверил, что до конца года они смогут собрать и продать 200 компьютеров, и свою долю в 10% Apple он продал за 800 долларов. Сегодня эта доля стоит 80 миллиардов долларов, и я думаю, что этот человек очень интересно себя чувствует о том, что он мог участвовать в этой системе, но он добровольно от этого отказался. Поэтому есть очень много примеров, когда меняют на велосипед, допустим, долю в компании, которая потом стоит сотни миллионов и миллиардов долларов. Это, друзья, нормальная практика, потому что не все могут понимать и осознавать то, что будут... Но критика тут, как Олег пишет в чате, критики, друзья, есть критики от слова критиковать, то есть высказывать сомнения, а есть критики от слова критин, то есть идиот, когда человек не в состоянии понять, о чем он говорит. И здесь как раз очень интересны технологические рассуждения, когда люди, ковыряясь в носу, начинают говорить, в чем юницкий прав, в чем юницкий не прав. Тут есть ряд чудиков в интернете. И здесь как раз, друзья, даже неинтересно это обсуждать и делать. Я могу сказать, что очень показательна позиция, допустим, таких профессионалов, как Рода Хука. Мы много говорили о Роде Хуке. Это бывший министр, ну, бывший директор департамента транспорта Южной Австралии. Это руководитель предвыборного штаба нынешнего премьер-министра. Это человек, который возглавлял компанию, через которую инвестировано в инфраструктуру Аделаиды более 13 миллиардов долларов. То есть это серьезный техник, инженер, политик, бизнесмен. И когда такой человек, заинтересовавшись проектом, который пришел через нашу сеть, то есть его нашли наши активисты, дали ему информацию, убедили в том, что это интересно. Он заинтересовался, вышел на связь на скайп сначала со мной, потом с Алексеем, потом с Виктором Поборином, потом с Юницким, потом приехал один раз, потом приехал с экспертами, инженерами, мощнейшей инженерной компанией, которая сегодня проектирует самый высокий небоскреб в мире, то есть в Дубае более километра высотой. И кто потом создал управляющую компанию Skyway Австралия и сегодня запускает более десятка адресных проектов. И в ближайшее время мы увидим просто потрясающие новости от работы именно Skyway Австралия. И я могу сказать, что когда мы вели с очень серьезными бизнесменами, которые участвуют в проекте строительства этого небоскреба в Арабских Эмиратах, вот, соответственно, когда люди узнали, и Виктор показал, что вот Родхук это наш партнер, что мы с ним работаем, что он возглавляет нашу компанию в Австралии, они сказали, все, у нас с точки зрения техники не возникает никаких вопросов, потому что если Родхук подтверждает, и он с вами, значит, это стопроцентная экспертиза вашего проекта. Вот это, друзья, приятно слушать, и когда это приносит такие невиденды. И вот как раз почему Роддухука мы сегодня, ну, как бы, еще уделили ему внимание, потому что возникла очень интересная мысль у Анатолия Дарвича Юницкого, что в Берлине будет именно техническое представление проекта Юнибайка и Юнибусов, будет Skyway и Transnet, именно как освоение территорий. Вот, и естественно, что желательно, чтобы эту презентацию на английском языке делал именно человек, который именно погружен в технологии, который еще имеет непререкаемый авторитет в сфере транспорта и в сфере вообще именно коммуникации. И Анатолий Дарвич предложил Родухуку в Берлине провести такую презентацию и именно поучаствовать как лицо Skyway на этой мировой презентации, на мировое представление технологии Skyway. И я могу сказать, что буквально там несколько дней назад Виктор написал ему такое предложение и к чести могу сказать, что очень приятно иметь таких партнеров и друзей. Родхук, который живет в Австралии, которому 68 лет, он с радостью согласился и сказал, что если вы считаете, что такая честь, и я могу представить технологию на мировой презентации в Берлине, то я с радостью приеду и представлю. Поэтому представлять технологию будет Родхук вместе с Виктором Бабуриным, потом у нас будет 24 числа наша конференция Skyway, которую также будет вести Родхук и Виктор Бабурин. Поэтому кто будет в Берлине или кто приедет, у вас есть возможность и лично познакомиться, и задать вопросы уже нашему там другу, партнеру, потому что я считаю, что это, друзья, дорогого стоит, когда из представления, что он может принести в пользу проекту, Родхук уже в третий раз за этот год соглашается лететь из Австралии, а как вы понимаете, это не ближний свет, это все-таки довольно-таки далеко, лететь в Берлин, помогать проекту, представлять проект. Поэтому это, друзья, конечно, очень дорогого стоит, и я рад, что у нас есть такие партнеры, я рад, что у нас есть такие соратники, и у Анатолия Дуаровича есть вот такие друзья, которые являются непререкаемыми авторитетами в сфере транспорта и в сфере инвестиций. Поэтому это вот первая, скажем так, очень важная новость, которую я хотел сегодня вам рассказать, что технологию Skyway будет представлять Родхук с Виктором Бабурином, то есть мы будем, естественно, всей командой помогать, поддерживать, а 24 сентября, то есть где будет конференция именно наша Skyway-евская. Родхук будет делать серьезный доклад о адресных проектах, которые сегодня уже запускаются, и к сентябрю, я вас уверяю, он расскажет очень много новостей, о которых, знаете, у нас уже как присказка становится, что, друзья, я знаю, но вам не скажу, потому что придет свое время, это сначала озвучит официальная позиция компании, а потом Родхук уже расскажет о тех продвижениях, которые произошли вот за последнее время в развитии проекта Skyway Австралия. Вот, поэтому это вот тоже очень интересный, очень важный момент, который сегодня надо представлять. И дальше, друзья, у нас уже сегодня в круглосуточном режиме работает производственная площадка, которая готовит юнибайки и юнибусы для представления в Берлине. Это, я могу сказать, сегодня лучшие машины в мире, то есть ни одна другая машина не может сравниться сегодня. Я бы даже близко не поставил ни электромобили Tesla, ни электромобили, которые сегодня производят китайцы. Вот, я могу сказать, что юнибайки и юнибусы это сегодня новое веяние в технике, это абсолютно новые электрические машины. Вот, это то, что сегодня, то есть, Антон Довальевич, конечно, тоже несколько, конечно, он говорит, вот как воспримут, самое, я говорю, мое мнение, что воспримут очень хорошо, и в сентябре мы просто подтвердим о том, что мы являемся именно и научным лидером с точки зрения продвижения технологий второго уровня, именно как электромобилей. И я думаю, что вся дальнейшее развитие этой отрасли пойдет в том направлении, которое мы с вами задекларировали, мы делаем и мы сегодня представляем. Ну, а наши юнибайки, как их Алексей очень так любит называть, мускулистые, все это, ну, для меня это очень важно, что год назад эта идея вся только появилась и пошла, не без нашего с Алексеем участия, а сегодня, когда я вижу уже строящуюся трассу, вот, где уже и промежуточные опоры все стоят, и анкерные опоры уже заливаются, и путевая структура готовится к монтажу, и производство самих юнибайков, вот. И причем, интересно, друзья, цифры, которые всегда юницкий кидает, я не до конца, сначала приходит представление, а потом осознание, то есть, ну, вот как Илон Маск говорит, что через 10 лет, когда он запустит завод по производству вот этих комплектов, которые будут делать автономными жилища, то через 10-15 лет будет около 2 миллиардов домохозяйств, которые будут использовать, и они все станут автономными по энергетике, вот. Так вот, точно так же юницкий говорит, что через 10 лет, когда в мире будет, ну, примерно около миллиарда юнибайков, вот, на которых будут перемещаться люди со средней скоростью 60 км в час, а я не поленился, залез в компьютер в свою машину, посмотрел, у меня средняя скорость перемещения за последние 4,5 тысячи километров, после того 37 км в час. Вот, причем, что я основную часть езжу за городом, поэтому если перемещаться в городе, то, наверное, еще будет меньше, вот, с учетом пробок, с учетом перемещения. Поэтому 60 км в час это довольно-таки большая скорость. Так вот, миллиард человек, которые будут перемещаться на юнибайках, при этом вырабатывая электроэнергию с помощью велогенераторов, так вот, для того, чтобы запитать эту энергию, если ее не будут вырабатывать люди, понадобится 45 атомных электростанций проекта Чернобыльской АЭС, ну, или Курская АЭС, они одинаковые по проектам. Представляете, 45 атомных электростанций. Так вот, это количество энергии, которую будут вырабатывать люди, которые будут крутить педали, и, соответственно, мы сегодня совмещаем и проблему фитнеса, и проблему возобновляемой энергии, и проблему перемещения. Так вот, друзья, средняя скорость при 60 км в час, то есть это уже вдвое больше, чем сегодняшний автомобиль в городе, при этом они все будут 100% не просто на экологической возобновляемой энергии, а они будут на фитнес-энергии, которую можно добровольно, переводя сегодня не в жир на животе, а в движение, спокойно пользоваться. И здесь, друзья, я думаю, что аргумент, когда вы будете крутить педали, вырабатывать электроэнергию и не платить за проезд, за пользование энергии, это будет очень весовый аргумент, чтобы сегодня многие люди занялись спортом, и занялись, наконец, своим здоровьем, а это, друзья, все, что сегодня нам надо. Поэтому это тоже очень-очень интересный аргумент. А с точки зрения, как любят говорят, оцените это с финансовой точки зрения, для этого не надо будет строить, не надо будет эксплуатировать, не надо будет загружать топливом 45 атомных электростанций на Земле. Это, наверное, больше, чем сегодня существует. Поэтому, друзья, конечно, это очень интересный аргумент, очень интересный такой подход. И на сегодня это то, что сегодня готовится, демонстрируется. И мы абсолютно уверены, что мировая такая транспортная элита, мировая транспортная общественность, научная общественность, которая будет показывать технологии, они ее воспримут, они ее увидят. И я думаю, что мы реально сегодня мы декларируем, что мы лидеры в этой отрасли. Как вы понимаете, мы всегда декларируем что-то вперед. А через некоторое время мы будем реально те, кто будут устанавливать и направление, и моду, и задавать тренды, потому что то, что мы сегодня делаем с точки зрения практикующей футурологии, то есть футурология, которая описывает, но при этом и создает будущее, мы, конечно, равных которым нет. И второй вопрос, который я сегодня тоже, друзья, очень хотел затронуть и обсудить с вами, это проведение самого этого массового мероприятия. Мы говорили, что мы конец октября, начало ноября запускаем эко-технопарк, то есть когда он начнет функционировать. Что значит, что он начнет функционировать? Он начнет демонстрировать технологию. И мы от декларации возможностей, то есть от описания тех возможностей, которые есть в технологии, мы переходим к их демонстрации. Потому что невозможно построить ни один инвестиционный проект, не закладывая туда уже проверенные, соответственно, данные, которые подтверждены экспериментально. И таким образом любая технология для того, чтобы войти в инвестиционный проект, она должна быть продемонстрирована и должна подтвердить те характеристики, которые в нее закладываются. Поэтому основная задача эко-технопарка – это декларируемые возможности переводить в демонстрируемые. И, соответственно, начиная с октября начнется демонстрация. И как мы это и говорили по этапу, то есть соответствующий с тем этапом развития проекта, который есть в октябре. Единственное, что, друзья, мы сразу начнем уже говорить, но нюансы, что это будет конец октября или начало ноября, это зависит уже не от нас, потому что на запуске эко-технопарка, то есть когда он начнет именно работать как демонстрационный стенд, демонстрационная площадка, то есть для чего он и создавался, то есть как отдел и офис продаж именно самой технологии. Вот начиная с октября он начнет показывать и демонстрировать технологию. И мы это, соответственно, делаем как мероприятие, туда соберутся крупные инвестфонды, банкиры, туда соберутся официальные делегации мэров, губернаторов и России, и очень многих стран мира. Туда приедет делегация Министерства транспорта Братиславы, это Словакия. Сейчас вот мы, соответственно, Словакского технологического университета, сейчас ведутся переговоры уже на уровне с министрами транспорта Чехии и Польши, тоже не исключено. То есть я лично общался с Татарстаном, ну и с Красноярском, в общем, но это наши российские регионы, здесь уже всего будет около 40 официальных делегаций на этом открытии. Мы там уже есть сегодня согласовываю, будет ряд людей, которые уже требуют системы безопасности, то есть когда приедут и охрана, и, соответственно, вопросы, которые, ну, с организацией работы. Сегодня активно уже подключилось, и не исключено, что будет кто-то из руководства Белоруссии, знаете, как сейчас принято говорить, может быть, будет даже сам Белоруссия, это прям аж мурашки по коже. Вот, поэтому там будет ряд вопросов, связанных с безопасностью, и так как это технологический процесс, то есть это начало уже испытаний и именно работы технологий, то их надо будет развести с массовыми мероприятиями, поэтому мы сразу говорим, что вот эта демонстрация, то есть начало работы Экотехнопарка именно как демонстрация технологий, она будет отнесена от массовых мероприятий, где мы, у нас вот когда мы начали собирать заявки, уже более трех тысяч человек, которые хотят посетить Экотехнопарк, именно уже увидеть демонстрацию. Поэтому мы сразу говорим, что эти два события будут разнесены по причинам, первое, безопасности, потому что ряд людей, которые туда приедут, они должны быть отделены от массового мероприятия, это раз. И второе, так как это начало технологических работ, это еще не испытания, не сертификация, это, друзья, первые будут работать, то есть это работа именно как технологического стенда. Естественно, что там тоже не должно быть большого количества людей, вот поэтому эти вещи мы разносим, то есть и прошу к этому отнестись абсолютно и с пониманием, и с вещей, что нельзя на испытания первого опытного образца самолета приглашать большое количество людей, потому что, мягко говоря, это опасно. Вот, и мы, единственное, что мы сразу и договорились, и закладываем, что вот в этом, именно открытие, мы это так и называем, открытие работы эко-технопарка как демонстрации технологии, помимо крупных инвесторов, помимо элиты, мы приведем, мы туда еще попросим, чтобы разрешили присутствовать где-то около 15-20, может быть, 30 людей из наших структур, которые внесли наибольший вклад в подготовку и финансирование эко-технопарка, то есть это наших лидеров и крупных инвесторов из наших сетей, которые пришли, то есть для того, чтобы они тоже в этом, скажем так, закрытом элитном мероприятии поучаствовали. Единственное, что я со своей стороны, мы с Алексеем вам гарантированно обещаем, что обязательно будет трансляция в прямом эфире в Перископе, вы обязательно будете в гости событий, то, что можно будет снимать и показывать, вы обязательно увидите то, что даже тот, кто туда не попадет. Дальше мы сейчас начинаем еще такую серию работы, это уже непосредственно организацию посещения эко-технопарка уже группами инвесторов, которым надо именно увидеть доказательную базу для того, чтобы окончательно принять решение о финансировании. Вот у нас на следующей неделе мы такую работу начнем. У нас едет делегация, вот извините, уже могу спутать, или из Польши, или из Чехии. Алексей, можешь написать, наверное, с Польши, да, у нас едет ряд инвесторов, которые собираются инвестировать довольно-таки существенные суммы, их 15 человек, но им надо убедиться, увидеть и самим побывать. Поэтому Виктор Бабурин, Чехия, да, Алексей пишет, из Чехии, у нас будет группа инвесторов из Чехии, которым Виктор Бабурин будет показывать именно то, что уже сделано, построено, вот, и, соответственно, у них будет встреча с Юницким в конструкторском бюро, но я там сразу могу сказать, они нам заранее пообещали, что если они получат всю исчерпывающую информацию, то они войдут инвестициями на, это даже не на одну сотню, это реально суммы соизмеримые с миллионами долларов. Вот, и поэтому им такая работа организовывается. Поэтому мы всегда будем теперь регулярно организовывать такие экскурсии, показы, вот, и это тоже будет работа Экотехнопарка, единственное, что это будет формироваться, это не то, что захотел, приехал, и тебе сразу все показывают, это должно быть заранее согласовано, мы будем там раз в две недели, допустим, собирать такие группы, и чтобы это показывать, рассказывать. Вот, это вот вторая часть. И третья часть, друзья, то, что вот мы с вами хотели посоветоваться и обсудить, что вот это наш праздник, фестиваль Skyway, вот как мы проводили 23 февраля в этом году, на следующий год там будет, здесь у нас было около тысячи человек, чуть меньше, нас в следующий раз уже заявилось около трех тысяч человек, здесь, конечно, друзья, пожелание такое, чтобы все-таки его проводить не в ноябре, когда идет дождь, снег, слякоть, а проводить, когда это тепло, светло, летают бабочки, они белые мухи там в виде снега, и чтобы это был действительно праздник. И у нас сложилась такая хорошая традиция, что 16 апреля у Юницкого день рождения, вот, и где-то вот через неделю, через две, то есть либо конец апреля, либо начало мая, проводить такое массовое мероприятие, не напрямую приуроченное к дню рождения, но, тем не менее, это праздник Skyway и все. Поэтому, как предложение, вот именно от нас, есть вопрос, давайте вот так же на апрель, на конец апреля или начало мая проведем такой наше массовое мероприятие, чтобы нам не мешали никакие вип-персоны с охранами, никакие там политики, которых надо отдельно здесь ходить, здесь не ходить, никакие банкиры, которые прилетают, тоже там, так сказать, давайте проведем наше мероприятие именно как праздник, для того, чтобы мы встретились, для того, чтобы у нас там были песни, пляски, салют. Еще, еще очень важно, мы договорились с нашими теперь друзья, так, что сказали 23 или 16? Не знаю, что я говорил, со мной тут пишут 16 апреля, день рождения у Юницкого, а мы в этом году проводили фестиваль 23 апреля. Вот, примерно в тех же числах есть предложение провести на следующий год, а наши друзья-скайдайверы, это парашютисты, пообещали, что они сделают массовый прыжок, обязательно прилетят к нам на экотехнопарк, наши друзья-вертолетчики сказали, что сделают именно очень хорошее шоу на вертолетах, вот, поэтому, как предложение, друзья, давайте, наверное, еще недельку подумаем, но предложение все-таки собрать вот это массовое, именно наше праздничное событие, вот, на конец апреля. Гарантировано, чтобы была хорошая погода, гарантировано, чтобы было хорошее настроение, вот, к тому времени уже будет очень много, что построено, испытано, и мы с вами уже увидим, как ездят юнибайки и юнибусы, как выходят все новые и новые образцы, а вот этот период как раз с именно октября по апрель, то есть ноябрь, декабрь, январь, февраль, то есть вот эти вот полгода, чтобы за это время именно нарабатывалась технология, чтобы она испытывалась, мы это будем, естественно, видеть в прямом эфире, потому что будут и веб-камеры, будут постоянные репортажи, вот, и для тех, кто именно с профессиональной точки зрения там сможет пообещать. Поэтому здесь, друзья, говорим, что мы не то, что в прошлый раз погода была... Ну вот, друзья, давайте, я считаю, что информацию, которую надо было довести, мы, я вам рассказал, показал, то есть новости, которые вы следили в Перископе за прошлой неделю, соответственно, я думаю, что на всех, или во всяком случае, под тем отзывом, который я читал, который мне пишут, это, в общем-то, я считаю, очень нужная и полезная работа, вот мы ее будем продолжать, и могу абсолютно вас заверить, что тот, кто будет подписан на наш Перископ, смотреть Перископ, вы всегда будете идти в гуще событий, вы всегда будете видеть самое основное, вы всегда будете участвовать во всех мероприятиях, в которые участвую я, я, наверное, участвую во всех основных ключевых мероприятиях SkyWay, то есть, видите, мы еще и в Перископе наши вебинары показываем, то есть, ближайшее у нас теперь большое такое мероприятие будет, это через неделю в Сочи, будет вся наша команда, где соберется около трех тысяч молодых сторонников SkyWay, которые занимаются активно спортом, Кирилл Шимко будет им показывать и рассказывать, что такое здоровый образ жизни, при этом подвигает там, наверное, очередной или танк, или грузовик, вот, поэтому мы как раз будем рассказывать о SkyWay, о том, что надо крутить педали, строить SkyWay и спасать планету. Передаю слово Алексею, у него, как всегда, свой взгляд очень полезный и очень оригинальный на то, что сегодня происходит, а я, друзья, с вами на сегодня, наверное, уже прощаюсь, вот, потому что всю информацию, которую я хотел провести, сделал, я считаю, мы очень хорошо сегодня отработали, вот, вот, развитие идет с самыми бурными, с самыми темпами, на которые мы сегодня рассчитываем, вот, а наша задача с вами это не снижать активность, продолжать работу и, соответственно, эффективность нашей краудинвестинговой, инвестпроводящей системы, все повышать и повышать, и выводить на новый уровень. Все, друзья. Благодарим, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Кого видел, кого не видел еще, то есть, кто не присутствовал у нас на вводном технико-экономическом вебинаре. Собственно, расскажу то, что произошло за эту неделю, то, что будет завтра, и, собственно, почему мы действительно могу подтвердить вот в своем поле деятельности, что настолько стремительно развиваемся, что новостей становится все больше и больше. Новостей конкретных, новостей, знаете, не эфемерных, а с конкретным действием, с конкретным достижимым результатом и с конкретной оценкой эффективности. И хочу начать с того, дорогие друзья, что все вы прекрасно помните, поставьте плюсики, кто помнит минусики, кто не знает в чатах о проекте «Поехали!» города Челябинска. С этого началась, в принципе, история развития юнибайков в плане применения адресных проектов и у Урала, у моего любимого родного города Челябинска, были все шансы быть одним из первых проектов в мире, если была определенная поддержка, если было полное понимание и если была в первую очередь заинтересованность во внедрении транспортной технологии Skyway в виде легкого прогулочного транспорта. Но мы посчитали проект «Поехали!» и, собственно, через 3-4 года будет достигнута только окупаемость, и то будет максимум 2-3% годовых. Естественно, с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения современных финансовых фондов, дорогие друзья, это классный процент. И всем рекомендую посещать обучение Виктора Тарасова. Кстати, могу вам сделать такую немножко интригу, что сейчас с остальными членами Совета правления мы разрабатываем целое направление вебинаров Виктора Тарасова. И, собственно, у нас будет направление именно обучения не только финансовой грамотности, но в том числе вплоть до того, что вы, если пожелаете того, начнете примерно так же понимать финансовые процессы, как, допустим, вас могут обмануть в автосервисе, если вы не знаете, сколько стоит свеча, сколько стоит фильтр, и вам говорят одну цену, либо стоимость работ, а вы просто не понимаете, о чем идет речь, и, собственно, вас обманывают. И такого не произойдет, и если вы захотите быть профессионалами в будущем, тут я не говорю когда, хотя люблю слово когда, если, потому что не все захотят, и мы будем формировать определенную команду, я не буду говорить цель этой команды, но цель этой команды действительно сильная и великая, и, собственно, рекомендую посещать вебинары Виктора Тарасова, так вот, к чему я говорил, Виктор Тарасов, я самого постоянно обязательно ни одного вебинара не пропуская, потому что это, знаете, вот как я работал ранее, сначала на должностях менеджер по продукту, потом пробовался там директор по маркетингу еще в 21 год, естественно, меня никто не брал, потому что время тогда не пришло, и 21-летнего пацана на наемную работу в руководящие посты вряд ли кто-то возьмет с русским менталитетом, и, собственно, на своем опыте получил именно мышление как продаж, так маркетинга, так и руководства, и я могу сказать, что с огромным удовольствием буду вкушать эту информацию, информационной, информацию именно по финансовой грамотности, по финансовой специфике. Я начал изучать материалы различные, прочитал Роберта Киасаки, понял, что это неприменимо на нашем рынке, неприменимо к нашему проекту, почитал и даже планировал участвовать в Лондоне на тренингах Пентони Роббинс, понял, что это хороший продукт, это хороший, классный, харизматичный человек, хочу с ним познакомиться, пригласить его в Skyway, но это продукт, это обложка, и, собственно, это способ зарабатывания денег для, в первую очередь, одного человека и также группы лиц, но Виктор Тарасов это действительно как бы уникальный человек, потому что более 15 лет, вот если Сергей Анатольевич более 15 лет знаком с Анатолием Эдуардовичем Миницким, Виктор Тарасов более 15 лет торгует в плюс, и мы будем делать привлекательный продукт, где вы можете получить обучение Виктора Тарасова, это уже не просто вводные вебинары, и поставьте, пожалуйста, плюсики, кого заинтересует этот продукт, и, соответственно, естественно, плюсом к этому продукту вы будете также получать и некий пакет обязательств, сейчас мы согласуем, и все это создано, дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что нам постоянно нужно мобильно улучшаться и создавать интерес для вновь поступающих в наши круги адептов, приверженцев, я не побоюсь этих слов Skyway, потому что я сам являюсь ярым адептом Skyway, и действительно, уже более 80% жизни отдаешь на благо проекту, и проект вас возблагодарит тот, кто действительно с полной отдачей работает, и соответственно, немножко я в такие дебри ушел, но про Виктора Тарасова необходимо было сказать, хотя на дневном вебинаре я не говорил. Так вот, проект поехали. Вся история закончилась на том, что мы все согласовали с проектировщиками, искренне, я, Григорий Михайлович, определенную сумму, мы в качестве внимания и в качестве благодарности за уделенное нам время также заплатили проектировщикам, потому что каждый труд, каждая работа должна быть оплачена. Мы остались в отличных отношениях с администрацией и поставили такое многоточие в адресных проектах Челябинска, потому что мы ожидали уже реакцию со стороны и реакция со стороны последовала на этой неделе, то есть позвонили с Министерства транспорта и дорожного хозяйства и, собственно, завтра будет происходить встреча, мы будем обсуждать уже далеко не легкий транспорт, я не буду говорить конкретику, я скажу конкретику только когда будет конкретный результат, то есть поэтому я с удовольствием учусь у головной компании, у вот этой сухой юридической стратегии ведения не то, что переговоров, но показывания результатов тот Виктора Бабурина и, собственно, скажу только по фактам, потому что если перемотать наши вебинары Сергею Анатольевичем примерно на 7 месяцев назад, то, знаете, если вспомнить себя 7 месяцев назад, 6 месяцев назад, когда мы развивали проект в Челябинске, была эйфория, что нас заметили, сейчас я могу опять же повторить фразу, что год Skyway считается за 10 лет и много опыта сейчас приобретено и, собственно, в том числе нет сейчас такой эйфории, будет конкретный разговор уже не с позиции просящего, презентующего, а с позиции давайте ТЗ, давайте обсуждать, кто будет финансировать, давайте обсуждать перспективы применения в регионе, выстраивать стратегию региона в целом и, собственно, тогда будем общаться, потому что нас признал экспертный совет при Министерстве Транспорта Российской Федерации, пожалуйста, посмотрите презентацию по строительству, то есть, дорогие друзья, уже пообщаемся несколько по-другому и, тем более, уже ведутся многие проекты, я общаюсь непосредственно по поводу Пуэрто-Рико и мне очень нравится вот такая вот именно, не люблю слово коуч-сессия, но некое обучение, передача своих знаний, то есть, я до определенного этапа, когда дохожу, соответственно, эти шаги, которые прошел, документацию и так далее, с удовольствием тем людям, которые действительно эффективно развиваются, готов передавать и тратить свое время, потому что время Анатолия Эдуарда Чуницкого просто бесценно и не то, что на вес золота такого драгоценного металла еще не изобрели, но и время членов Совета Правления, время техподдержки, оно также становится все более и более весомым по ценности, то есть, видите, я даже вот не успеваю в буквальном смысле побриться, потому что побриться некогда, то есть, встречи, переговоры и даже если жене кажется, что я, допустим, со стороны просто сижу за компьютером, то, знаете, вот в чем уникальный наш проект и я заставлю себя и сострою где-то 15 аргументов, которые у меня в голове сложились, почему все сетевики мира, почему все люди, которые умеют строить как сети бизнесов торговых, розничных, оптовых будут с нами и эти аргументы есть, они меня очень сильно радуют. Во-первых, на мой взгляд, проект у нас не буду говорить такого слова как бесконечный, но на долгий срок. Но почему бесконечный? Потому что масса ответвлений проекта будет появляться и та футурология, которую сейчас Сергею Анатольевичем мы задаем тренд, то есть рекомендую всем просмотру, сейчас сброшу ссылочку, тот, кто не смотрел, какой будет инфраструктура будущего, шестой технологический уклад. То есть Сергей Анатольевич говорит от слов нас обоих ту концепцию, то есть mobile personal space, то есть мобильное персональное пространство. Я хотел бы также добавить и обязательно с удовольствием потом это более подробно расшифрую, как мобильный транспортный аккаунт. это уже привязки к тому, что мы все сейчас находимся либо в социальной сети, либо в мессенджерах. И более того, ранее люди также находились в этом пространстве, только это было пространство газет, там и так далее, это не было никак через виртуальную связь связано. И ранее настала пора выходить соответственно с газет в виртуальное пространство, в максимально мобильное информационное поле, но сейчас настала пора, дорогие друзья, выйти уже из мобильного виртуального пространства в мобильное транспортное пространство, сеть и все мы будем иметь мобильные транспортные аккаунты, которые позволят нам буквально залогиниться в любой точке земного шара. И эта логика, на мой взгляд, она очень сильно заинтересует те корпорации, которые на сегодняшний день развиваются, то есть это Марк Цукерберг, кстати, заметили, в какой сфере начал развиваться Facebook, то есть это область высокоточных станков с числовым программным управлением, область солнечной энергетики, область инженерных расчетов, то есть все понимают, что как ранее был кризис доткомов, то есть все высокотехнологичные интернет, хай-тек компании, они достигли своего пика и соответственно настал кризис эпохи доткомов, спасло только то, что начался ипотечный бум и так далее и как я уже говорил ранее, сегодня мы подходим к такой стадии и Макинзи это подтверждает, что нам необходимо создать новую денежную массу, не просто эфемерную напечатать, но именно создать новые бизнесы, высококапитализируемые, под которые эту денежную массу можно обеспечить и как раз таки бизнес Skyway дорогие друзья таковым является, это понимают те крупные и крупнейшие инвесторы, с которыми мы сейчас ведем переговоры, они зреют и они зреют знаете, как не по дням, не по неделям, а по дням, потому что каждая новость, она в буквальном смысле будоражит, когда мы говорим стой, стой, страной, мы ведем переговоры, естественно, у этих людей начинает, они начинают ерзать на стуле и боятся не успеть, но они войдут уже с другой схемой, которую мы частично упоминали и освещали на вебинарах и они очень серьезно нам помогут, когда уже так вот плотно войдут в финансирование нашего проекта и знаете, вот если рассматривать вообще логику развития нашего проекта, проследите тренд, сегодня буквально вечером я анализировал, почему у нас падает количество посещений, ведь раньше у нас было 400-500 человек на вебинаре, а инвестиции не падают, и мы не зависим от сезонности, и это вообще нонсенс, это для меня шок у человека, который участвовал, развивал тысячные структуры в различных интернет-проектах, у которого была сезонность и имеется сезонность и влияние кризиса в сфере языковых переводов, и собственно везде есть сезонность, везде свои рамки и сроки, здесь же нас это как-то не трогает, абсолютно, и это огромный плюс, дорогие друзья, рассказывать о нашем проекте сегодня, и собственно это я хотел бы вас смотивировать использовать лендинг, который сейчас находится в инструментах партнера по выставке на транс, достаточно информативный лендинг и достаточно с хорошей, мощной, научной и такой сухой публицистической, даже сказал, журналистической подачей, и этот лендинг будет работать даже для высшего руководящего состава, я уже попробовал, директоров, для технических директоров, для топ-менеджеров, это как раз таки работает, потому что там не рассказывается про инвестиции, там рассказывается про технологию, которая является приглашенной на выставку и на транс, и дорогие друзья, немногие технологии на самом деле были приглашены, и тот гремящий на сегодняшний момент в СМИ инновационный китайский трамвай, автобус электрический, то есть который является одновременно туннелем, дорогие друзья, но вот единственный знак уважения, можно сказать, китайцам, то, что они сделали это действительно из концепта достаточно быстро, но логика развития с точки зрения футурологии, ну не тот, это не то направление, то есть они вышли на второй уровень, но они являются подвижным туннелем, и слава богу, что этот электрический трамвай на втором уровне, являющийся еще туннелем, еще не летает, и представьте, какие затраты будет нести тот мегаполис, который будет применять, какую инфраструктуру нужно создать при применении данного транспорта, и насколько более простым является применение нашей технологии, дорогие друзья, это вне сравнения и вне рамок какой-то конкуренции, сейчас я могу сказать, ведутся маркетинговые войны, и мы это наблюдали по Hyperloop, мы это наблюдаем по интересу, даже вот в Урале, не буду освещать проект, который зашевелился, и как раз по поводу него я буду завтра общаться с Владимиром и Евгением Баклуниным, то есть мы двигаемся командой, и несмотря на то, что позвонили мне, я четко понимаю, что одному не вывести всеми своими силами, умом, интеллектом и так далее проект, нужна команда всегда, и не пытайтесь выстроить бизнес как по региону, так и по адресным проектам в одиночку, это болезнь неправильного менеджмента, и соответственно только командная работа, в данном случае командная работа более 350 тысяч людей по всему миру дает тот результат, который мы на сегодняшний день имеем, и я хотел бы пригласить вас, дорогие друзья, на телемост, такой итоговый вебинар, сделать промоушен, сейчас присутствуют те люди, которые наверняка являются лидерами в регионах и так далее, то есть у нас рассылка была, естественно, но хотел бы здесь также сбросить и в 12 часов по Москве 6 августа пожалуйста мы вас ждем на итоговом телемосте, если говорить про сервис Skyway Capital, то начались вебинары на поиском языке, на подходе испанский, и несмотря на то, что очень сильно мы ожидаем пока подрастут и возрастятся спикеры на английском, многие языки уже ведутся, и если анализировать тренд, как развивался проект, то начали его развивать русскоговорящие, но дорогие друзья, по посещению вебинара я вижу и давайте действительно докажем, что это не так и будем максимально тех людей, кто не в курсе о проект, все-таки приглашать на вводные вебинары, на азбуку Skyway, потому что мы считаем Сергеем Анатольевичем, что они достойны того, чтобы человек постался в комнате и послушал уже расширенный технико-экономический вебинар, но все же вы заметили, как эстафету перенимают европейцы на сегодняшний день, и это замечательно, это глобальный интернациональный проект, и мы протягиваем руку взаимопомощи тех людей, кто поддерживает проект Skyway от страны к стране, от города к городу, и собственно, результат наших усилий не то, что декларирует, но демонстрирует то, что мы можем даже сохранять поток инвестиций и впадение планируемое по сезонности, это, дорогие друзья, действительно дорогого стоит, и в такой проект я рекомендую вот только благодаря этому факту, летнему факту, говорите с теми людьми, кто работает в интернет бизнесе, в оптовых торговых продажах, у кого имеет влияние на бизнес сезонность, это может сыграть огромную роль и огромную аргументацию, и могу сказать вам, дорогие друзья, что буквально сегодня с Виктором Бабуриным такой вот мозговой штурм по Вайберу, скоро появится достаточно серьезное информационное поле новое, готовьте свои смартфоны, готовьтесь к скайфонам, и собственно вот это так вот озвучил немножко Сергей Анатольевич Собиряков, потому что мы не должны зависеть от рассылок, самое главное быть в курсе, быть в тренде и передавать просто информацию от нас больше другого и не требуется, потому что строительство ведется, потому что проекты инициируются, тот, кто желает подняться по социальной лестнице Skyway поднимается, и я могу привести в пример Александра Мосина, это замечательный, действительно, бравый парень, мой фактически почти ровесник, ну, естественно, как бы помоложе чуть-чуть, но фактически ровесник по этапу вхождения в Skyway, и я помню два года назад, более двух лет назад, когда после первой конференции, октябрьской конференции, мы шли с Александром и он мне рассказывал, как желает он развивать именно кавказское направление, насколько он загорелся применением Skyway в Чеченской республике, сегодня среди 15 тысяч людей Александр Мосин был выбран, осталось 16 претендентов, все они уже общаются с администрацией Чеченской республики, лично с Рамзаном Кадыровым, и это, дорогие друзья, говорит о том, что не только наши профессиональные навыки позволят добиться здесь успеха и для себя, и для проекта в целом, но и сама технология, она просто выталкивает вас вверх, как соленая вода не позволяет потонуть, и, дорогие друзья, то ли еще будет в будущем, то ли еще будет осенью, я уже лично билеты на EnoTrans приобрел для себя и для своей жены, потому что я не могу свою жену оставить вне этого события, потому что это действительно мировая презентация, которая достойна, не знаю, сотен презентаций лучших спорткаров мира, потому что этого транспорта на сегодняшний день нет, и этим транспортом будут пользоваться миллионы людей по всему миру, это мы декларируем, и это мы обязательно продемонстрируем, но о том, каким будет мир с приходом Skyway, мы будем вам рассказывать, Сергею Анатольевичем и далее, в наших перископах, на наших вебинарах, но помните, что на сегодняшний день главная наша задача все-таки оповещение о существовании проекта Skyway, оповещение, что есть возможность раз в 100 лет, и, соответственно, оповещение, что можно инвестировать, можно проголосовать рублем, долларом, евро, даже биткоином за развитие проекта Skyway, если вы действительно поверили в проект Skyway, если вы действительно считаете, что это реально может осуществиться, я рекомендую разобраться для себя и, собственно, ждать или не ждать это дело сугубо человека, кто начинает свое развитие в проекте Skyway. Что касается меня, я скажу честно, что неделю я упорно и очень глубоко изучал проект, задавал очень неудобные вопросы, на которые даже сейчас не будут отвечать, скорее всего, и, собственно, это меня побудило полностью погрузиться в проект Skyway, потому что здесь есть и аудит, здесь есть и институционный меморандум, здесь есть и переговоры, и строительство, то есть, это мечта стартапа, и это действительно показательно, достойно, трансляции на каналах, в репортажах, что происходит и в Австралии, и в Словакии, и в Венгрии, и, собственно, что я хотел бы вам сказать, дорогие друзья, что более 500 конференций, это пол, фактически пол тысячи, с общим числом 30 тысяч человек, это вот статистика на 1-е 31 августа было проведено, и более чем 79 странах мы представлены, сегодня получился вечерний вебинар, такой вот именно показательный, куда мы движемся, именно вот Skyway Capital, про технологии я могу сказать, что технология не просто движется, она летит и развивается, и формируя, развивая сегодня четвертое поколение технологий струнных, Анатолий Эдуардович уже не просто видит, а проектирует пятое поколение, это позволит нас, цитирую, обогнать всех и навсегда, и, собственно, те инвестиции, которые сегодня не стоят настолько много, сколько мы ожидаем, превратятся достаточно хорошие активы, с достаточно хорошими дивидендами, но, а когда будет прибыль, это зависит от той величины адресных проектов, соответственно, которые будут синициированы, но что-то мне подсказывает, что их будет достаточно русским словом, и простым скажу много. Дорогие друзья, собственно, до скорых встреч на расширенных и вводных технико-экономических вебинарах, вводной мы сейчас именуем азбукой, и, да, кстати, вот стимит, отличный вопрос, мы прошли во второй тур, и кто бы сомневался, то есть это именно модель сетевого построения корпорации, то информационное поле, я не буду говорить какое, но вы увидите, оно позволит через смартфон быть в курсе, даже не заходя в социальную сеть. Работаем над развитием, придумываем действительно краткие, простые решения, но всему свое время, так же, как оптимизируется технология, мы стараемся оптимизировать процессы, как внутри головной компании, так и внутри Skyway Capital, чтобы максимально комфортно было финансировать ту технологию, которая спасет планету. «Строй Skyway, спасай планету», по-русски, по-венгерски «Pigie Skyway Match Megaboygood», по-французски «Construi Skyway es off la planet», и по-словацки «Будуш Skyway, захран планету». И, собственно, я неспроста говорю все эти слоганы, потому что с этими странами я работал и взаимодействую по Skyway. в конце августа 20-го числа презентация бизнеса Skyway уже в Ганновере после двух презентаций Сергея Анатольевича, который очень хорошо подготовил и рассказал всю суть проекта. Я уже буду говорить про бизнес-возможности и про текущую стройку, естественно. Будет, скорее всего, помощь, удаленная от Виктора Бабурина, и мы возымеем отличный результат, потому что отличного результата просто мы не можем не иметь при развитии такой технологии. Всем счастливо, дорогие друзья. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok